Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я Сергей Шедловский и приветствую вас в эфире, посвященном защите против коронавируса, который сейчас распространяется повсюду, а быстрее, чем коронавирус, распространяется в страх, в сердцах, в сердцах многих людей. В этом прямом эфире примет участие ряд международно известных молитвенников, проповедников, божьих людей, которые поделятся словом, а также молитвой за нас. Примите эту молитву, примите это слово-наставление, которое будет на основании Божьего слова Библии, которое у меня в данный момент в электронном виде, и на основании Библии мы с вами вдохновимся, умножим нашу веру, а как вы знаете, вера сильнейшее противоядие против любого вируса и любой заразы на духовном уровне, влияя на уровень физический. Итак, в Божьем слове написано, Псалом 59, 13 стих, «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна». Сегодня нет защиты человеческой, она суетна, потому что не придумали еще вакцину, которую, я верю, несомненно придумают, тем не менее, на данный момент ее нет, и именно это вызывает основное беспокойство и страх в сердцах многих. Тем не менее, есть главное противоядие, и оно в наших сердцах и в наших умах. Само твое настроение важнее, чем даже твоя физиология. Об этом написано в 59-м Салме, мы прочитаем 4 стих, здесь сказано, «Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется». Шестой стих, «Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои, спаси десницу твою и услышь меня». Итак, этот прямой эфир – это поднятое знамя людей, верующих в Бога, всех христианских конфессий и динаминаций, которые возлагают надежду на Господа. И прямо сейчас включение к нам драгоценного пастора Рика Реннера, который поделится с нами актуальным и важным словом. Давайте выслушаем его. Друзья, это пастор Рик. Хочу поговорить с вами о коронавирусе. И многие об этом говорят. И есть много страха. Страх вообще неправилен. Мы, конечно, должны включать голову и использовать мозги. Должны прислушиваться к советам врачей и к рекомендациям. Но над нами есть Божья защита. В 90-й Псалопе содержит в себе следующий стих. «Когда Господь твое жилище, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Обетование для тебя. Петр в своем послании пишет, что нас защищают вера и сила Божья. Используйте голову. Прислушивайтесь к врачам. Но полагайтесь на Писание. Божье обетование дано вам, что язва не приблизится к жилищу твоему. И во имя Иисуса я провозглашаю действия Божьих обетований в твоей жизни. И пусть Божья защита действует в твоей жизни. Принимай верой. А избавься от страха. И помни, что Иисус все время говорил, «Не бойся. Не бойся. Не бойся. Страх не поможет. Используй голову. Думай, но полагайся на Писание. И все с тобой будет хорошо». Другой пастор Рик Реннер. Это слово очень весомо, авторитетно. И мы принимаем его в свои сердца. Друзья, открывая Божье слово, которое является нашей главной защитой, я читаю вторую книгу Царств, 22 главу. И мы прочитаем с вами 31 и 32 стихи. «Бог не порочен путь Его. Чисто слово Господа. Щит Он для всех надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего?» Итак, Божье слово говорит нам, что оказывается, Бог щит для всех надеющихся на Него. Сама по себе надежда на Бога является самым мощным противовирусным средством и противоядием. Надейся на Бога. Надежда – это самое мощное оружие, и надежда – это самая мощная медицина. Вот почему Божье слово, зная человека и то, как он устроен, ставит на этом акцент. Можно надеяться на какие-либо человеческие средства, но они шатки, потому что все, что на земле, и все, что связано с людьми, изменяется, и нестабильно, как зыбкие пески. Но все, что связано с Богом – это вечно, это стабильно, этому можно доверять абсолютно так, как Бог – абсолютная истина, и Библия – Его слово – истина абсолютная также. Поэтому, друзья, согласно Божьему слову, нам так важно в этот момент поднять свои глаза на Бога и возложить надежду на Него, сказать в своем сердце, «Бог, я надеюсь на Тебя, защити меня, Ты – защита моя!» А сейчас у нас включение из Казахстана и президент Евангельского альянса Казахстана, епископ церквей Агапы Юрий Шумаев поделится своим словом для нас. Пожалуйста. Приветствую вас из Казахстана. Добрый вечер. У нас вечер, не знаю, что там у вас. Я очень рад поделиться с вами Словом Божиим на этом фоне, когда очень многие люди переживают беспокойство, страх во всем мире. Хочется вспомнить, что на самом деле такие времена будут, и они уже приближаются. Это и интересные времена. У нас появляется больше возможностей говорить о Боге, когда люди переживают страх и даже, написано, будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную. Но это не к нам относится, потому что нам Бог не дал духа боязни, но силы, любви и целомудрой. Поэтому не бойтесь, только верьте, и даже если враг он идет, как река, сказано в Писании, что дуновение от Господа прогонит его. Закон духа жизни, он во Христе Иисусе, он освободил нас от закона греха и смерти. Слава Богу, и хочется заключение оставить вам вот этот стих, которым молился Давид. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя?» Он задает вопрос. «Моя помощь не от гор, но от Господа, который сотворил небо и землю. Надейтесь на Господа, уповайте на Него». И Писание говорит, что солнце днем и луна ночью не поразит нас, и Господь будет охранять вхождение, выхождение наше отныне и вовек. Не бойтесь коронавируса, Бог – наша защита, Бог – наше упование. Да благословит вас Господь. Аминь. Спасибо огромное, дорогой пастор Юрий. Это было прекрасное слово. Мы принимаем его в свои сердца. Итак, мы снова возвращаемся к Библии, друзья, к Божьему слову, которое актуально для всех христиан, всех христианских конфессий и деноминаций по всему лицу земли. И читаем из Исход 15 главы, стихи 25 и 26, где написано о том, как народ израильский, выйдя из Египта, оказался в тяжелейшей ситуации, потому что вода, которую они нашли, была непригодна для питья. Они могли ей отравиться. И как же они спаслись от этой заразы? 25 стих, Исход 15. Моисей возопил Господу. С этого все началось. Он начал просить Бога. Он начал молиться. Так и в этой ситуации сейчас нужно молиться, нужно просить Господа обратиться к Богу, так, как вы можете и как вы умеете. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкую. Ну, точнее говоря, пригодной для питья. Таким образом, и мы тоже, когда молимся от Бога, получаем мудрые идеи, порой как озарение или интуитивные предчувствия, что делать, что не делать, куда пойти, куда не пойти, которые впоследствии могут нас спасти, а мы даже и не знали, что это поможет нам. Поэтому так важно помолиться, чтобы Бог благословил нас. И дальше, после спасения написано, и сказал Бог Моисею после спасения и всему Израилю, если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, «Ибо я Господь, целитель твой». Итак, здесь написано, что это время, когда нам необходимо проверить свои сердца. Оказывается, чистота сердца – защита от вируса. Как это связано между собой? Так, что духовное влияет на физическое, и чистота твоего духа, нравственной и моральной жизни, несомненно, влияет и на все клетки, и атомы, и молекулы твоего тела. Проверь свое сердце, проверь свою жизнь, испытай себя, попроси прощения у Господа за все свои грехи, и после этого возложи надежду на Бога. Вот что говорит нам Божье Слово. А сейчас мы переходим к включению, к следующему включению, и Сергей Демидович поделится с нами своими мыслями о ситуации и коронавирусе. Пожалуйста, Сергей, это время твое. Относительно коронавируса. Библия говорит, что в последнее время люди будут издыхать от ожидания бедствий. Вообще время, в котором мы живем, я понимаю и думаю, это все уже ощущают и понимают, оно очень необычное, оно на самом деле последнее время, и очень много сегодня разных потрясений и разных скорбей. С одной стороны, это тяжело нам это слышать, нам бы всем хотелось хороших новостей о том, что все будет хорошо. Но с другой стороны, мы видим по Писанию, что Господь сказал, что времена будут тяжкие, люди будут другие, дети будут другие, люди будут больше искать удовольствий, сладостей, чем Бога. И Бог обещает, что в последнее время будут очень большие скорби, такие, что если бы не сократились дни, то не спаслась бы ни одна плоть. Но, что нам гарантирует в этих скорбях Господь? Что Он говорит нам, как своим детям? Он очень часто, это звучит в Писании, не бойтесь. Причина, почему мы можем не бояться, не потому, что у нас эти бедствия никаким образом не могут коснуться. Причина того, что Он говорит, я буду с вами в этих бедствиях, в этих скорбях, в этих переживаниях. Вы знаете, когда с нами Господь, я вспоминаю рассказ Саду Сундерсинг, это апостол Индии, его бросили в глубокую яму, где трупы были, в колодец, и там была страшная вонь. Это, наверное, самое ужасное место было на земле, которое можно себе представить. И Он говорит, там Он пережил Господа, туда опустились небеса. То, что нам надо, и куда вот эти скорби должны нас привести, это к искреннему поиску Бога, приближению к Нему, молитве, молитве за людей, молитве за страну. Потому что на самом деле, вот любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому не стоит паниковать. Наверняка мы еще застанем очень много скорбей и в нашей жизни, и в наших странах, в мире это будет коллапс, эти продолжатся. Мир весь колбасит, друзья мои. Но Библия говорит, в этот момент восклоните голову. Мы отрываемся от земли, мы проникаемся глубоким убеждением, что мы странники, что здесь все временно. Мы не прирастаем здесь. Мы увлекаемся Господом все больше, устремляемся в небеса. Это наша судьба. Поэтому просто ободритесь и как бы не пытайтесь найти покой в том, что все будет просто хорошо. Покой наш лежит в Господе, с которым все хорошо, даже на дне колодца. Большое спасибо, дорогой пастор Сергей. Это было очень важное и актуальное слово для всех нас. Мы принимаем это слово в наши сердца. А я продолжаю читать из Библии, Божьего Слова. Библия, которая является священным писанием, словом от Бога, и является наивысшим авторитетом для Церкви, и для всех христиан, всех поколений, всех наций, всех народов. И мы читаем из числа 21 главы. Здесь описывается история, как народ израильский, выйдя из Египта и идя в землю обетованную, был атакован змеями. Эти змеи, жаля людей, по сути, помещали в них инфекцию, вирус, которая убивала их изнутри. Что же сделали люди, верующие люди того времени, чтобы противостать этой напасти? Итак, число 21.7 говорит нам, «Пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе». Итак, Моисей помолился Господу о народе, и там Бог ему сказал поднять, сделать медного змея, и на палке, как на древке, поднять его высоко вверх, и каждый ужаленный на этого змея смотрел, и в этот момент яд не действовал, даже если он уже находился внутри. Символом медного змея, несомненно, является Иисус Христос, о чем нам и говорит Библия в Новом Завете. Таким образом, когда сегодня мы смотрим на распятие, на Христа распятого, то сама наша вера в Него, в Его жертву, что Он взял на себя наши грехи и наши болезни, исцеляет наши тела. А также важно, как мы видим здесь, благословение священства. У каждого должен быть наставник, пастырь, священник. Таким образом, обратитесь к своему священству. Сегодня, в это время, многие церкви, они приостанавливают массовые собрания, но организовывают прямые эфиры в интернете. Например, на телеканале Бог ТВ. Это сайт в интернете, Бог ТВ. Многие крупнейшие протестантские церкви организовывают прямые эфиры для своих прихожан и всех желающих. Многие поместные церкви организовывают прямые эфиры для своих прихожан, как бы локально, внутри. И где бы вы ни находились, не пропускайте богослужений онлайн. Это очень важно. Любой конфессии, православной ли то, католической ли то, или протестантской ли. Вам важно принять благословение своего священника, своего наставника, своего лидера. В это важное время проверьте свое сердце, покатитесь в своих грехах, поднимите глаза на распятие и на жертву Иисуса Христа и обратитесь за благословением к своему духовному наставнику, к своему священству. Потому что это благословение имеет власть в духовном мире и силу. Да благословит вас Господь, да благословит вас Бог, мои дорогие друзья. А мы переходим к следующему включению, и это включение епископа Андрея Тищенко, который благословит нас и поделится наставлениями с нами. Пожалуйста, дорогой пастор Андрей. Дорогие братья и сестры, я присоединяюсь к молитве против этой эпидемии коронавируса и молюсь вместе с вами о том, чтобы люди, которые заразились этим заболеванием, были исцелены, а те, которые имели контакт, которые имели какие-то связи, чтобы они были защищены Божьей силой от всякого заражения. Потому что Библия нас учит не приключиться тебе никакое зло и отвращу от тебя болезни. В Библии 6 тысяч обетований, и только те из них, в которые мы верим, они работают в нашей жизни. Поэтому возьмите места из Писания, сделайте их основанием своей веры и исповедуйте это слово, молитесь этим словом, и оно начнет работать в вашей жизни. Ну, а также мойте руки и старайтесь соблюдать все правила гигиены. А я, в свою очередь, буду молиться вместе с вами, чтобы Господь явил свою милость, и вы были защищены от этого заболевания. Потому что Библия говорит, отвращу от тебя болезни, и не приключится тебе никакое зло. Также Библия говорит, что Он Его Рафа, Господь, Целитель наш. Отец Небесный, я молюсь, чтобы все Божьи обетования, они исполнились в жизни Божьего народа и в жизни всех, кто верует. А те, кто сегодня не верует, Господь, дай им великую милость, чтобы они были защищены от этой болезни. И я прошу тебя, Господь, мы смиряемся перед тобой, исцели нашу землю, защити от всякого зла. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Большое спасибо, драгоценный пастор Андрей. Епископ Андрей, это было очень важное слово от Господа, наставление. Большое спасибо за это. Мы принимаем, принимаем. И сейчас мы с вами снова прочитаем отрывок из Священного Писания, которое для всех христиан, всех поколений, всех наций, всех христианских конфессий и динаминаций, как то православных, католиков, протестантов, всех верящих в Иисуса Христа, в Его Божественность, в Его Смерть и Воскресение из мертвых. Мы обращаемся к этому наиважнейшему основанию нашей веры и на него становимся. Примите для себя слово от Бога. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой. Господь тень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Во-первых, лишний раз не выходи и не входи куда не надо. Прояви мудрость, прояви сознательность и лишний раз не рискуй. Как однажды сказал Иисус Христос в момент искушения, не искушай Господа Бога напрасно. Услышь это. Это важно. Не искушай Господа Бога напрасно. Но если вдруг тебе надо откуда-то выйти и куда-то зайти, то знай, что есть Божья милость и Божья защита. 120-й псалом для тебя. Здесь сказано, Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Прими это в свое сердце. К нам присоединяется из Америки пастор-евангелист Андрей Шаповал, который поделится с нами важным словом и также молитвой. Пожалуйста, дорогой пастор Андрей, мы внимательно слушаем. Спасибо Движение Искателей Бога и пастор Сергей Шадловский за эту возможность буквально несколько минут поделиться пару мыслями и помолиться за вас, дорогие друзья. Не то, что многие сегодня напуганы, насторожены всем тем, что происходит вокруг, особенно вокруг коронавируса и, наверное, всеми этими язвами, ситуациями, обстоятельствами, которые вокруг нас. Но Библия абсолютно ничего не скрывает. Наоборот, Иисус очень ярко говорит о том, что все это будет происходить. Наверное, все, что может быть потрясено, оно будет потрясено в последнее время. Суть и не в этих всех проблемах. Зачастую самую большую проблему создаем сами мы. Это наша реакция. Наша реакция напрямую связана с нашим внутренним состоянием, нашим внутренним миром. И какая реальность внутри нас. Знаете, есть две реакции. Одна реакция от реальности этого мира, от этого мира. Другая реакция от божественного мира. Внутри нас мы должны быть наполнены миром Бога. Мы должны быть наполнены самим Богом. Вот почему мы выстраиваем взаимоотношения с Духом Святым каждый день. Для того, чтобы мы были пропитаны Его реальностью. И Его реальность внутри нас, и, наверное, создает реакцию на все эти обстоятельства. И я вижу, что будет больше и больше две категории людей. Одни будут еще сильнее захвачены страхом и ожиданием бедствий. Другие, наоборот, будут ходить в славе и приносить ответ людям в этих обстоятельствах. Давайте укрепляться Господом. Девяностый Псалон будет самый актуальный Псалон в последнее время. За то, что ты избрал Господа прибежищем твоим. Язва не приключится к тебе. Зло не приключится к тебе. Ты даже будешь видеть вокруг то, что будет происходить. И, знаете, тысяча и десять тысяч падают вокруг тебя, погибают, но к тебе не приблизятся. Представьте себе. И все это, потому что ты избрал Господа прибежищем твоим. Я благословляю всех вас и молюсь о том, чтобы Божья защита была над вами. Давайте каждый день выстраивать так взаимоотношения с Богом, чтобы вся наша жизнь, она была под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Там мы не просто прибегаем когда-то к покоям, мы находимся в покое. Покой только в Иисусе, в Нем. Он наша защита, прибежище, скала, упование, покровительство. Поэтому укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его каждый день. Отец, я молюсь за каждого, кто видит сейчас меня. Дух Святой, наоборот, в это время еще сильнее производи желание в людях и осознание, и отрезвление, насколько ты нужен нам каждый день, насколько мы должны быть захвачены тобою, Господь. Ты, Господь, пастырь наш, и мы ни в чем не будем нуждаться. Я молюсь за каждого, кто видит меня сейчас. Пусть твой шалом, пусть твоя защита, пусть твоя охрана сейчас будут над каждым, кто видит и слышит мой голос. Во имя Иисуса Христа я повелеваю всякой нечисти убираться вон. Если прямо сейчас атакует вас какая-то зараза, болезнь или какое-то заражение, я повелеваю убираться вон. Всякая тревога, страх, всякое уныние, убирайся вон во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас пусть приходит мир, Божий мир в каждую сферу. Прямо сейчас пусть приходит Божье исцеление в каждую клеточку. Во имя Иисуса я провозглашаю мир в твой дом. Я провозглашаю мир в твой разум, я провозглашаю мир в твое здоровье, в твое состояние во имя Иисуса Христа. Большое спасибо, дорогой Андрей. Это было действительно прекрасное слово, которое в тему мы принимаем это слово для себя. Спасибо. Итак, мы продолжаем читать Библию, слово от Бога. И мы подошли с вами к книге пророка Исаии, 53 главе, где говорится о жертве Иисуса Христа и о великом благословении защиты и избавления, явленных через самопожертвование Иисуса, нашего Господа и Спасителя. Итак, в книге Исаии, 53 главе, есть важное слово для нас с 3 стиха. Он презрен и умолен пред людьми, Иисус Христос, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и унижен Богом, и унижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Друзья, это важнейшее место Писания, которое говорит о заместительной жертве Иисуса Христа. Именно поэтому Он и умер за нас на кресте. Может быть, это кто-то слышит вообще впервые, что Христос потому и умер, чтобы занять наше место, взял на Себя наши болезни, наши грехи и ранами Его мы исцелились. И поэтому так актуально в это время сказать, Иисус Христос, прости все мои грехи. Я верю в то, что Ты взял мои грехи на Себя, а мне подарил под Свою праведность и Своё исцеление. Я принимаю их в Своё сердце. Скажи так, и пусть вера Божья в это наполнит Твоё сердце прямо сейчас, и Иисус Христос станет Твоим личным Господом и Спасителем. Прими прощение грехов и прими исцеление через жертву Иисуса Христа и веру в Христа. А мы переходим прямо сейчас к следующему подключению, и это драгоценный епископ, пастор Артур Симонян, который подключается к нам. И сейчас он поделится важным словом и наставлением с каждым из нас. Пожалуйста, драгоценный Артур. Приветствую вас, дорогие. Божий благословен, пусть будет на вас эти тяжелые времена, тяжелые дни, которыми живем. Но с другой стороны, можно и провозгласить благословление, что будем благословнее эти дни, потому что Божья любовь и Божья сила на нас. Знаете, я знаю, что сейчас будете молиться и молиться против этого коронавируса, но я хотел бы одно откровение открыть сегодня чуть-чуть, а в воскресенье об этом я буду проповедовать, чтобы мы не боялись. Потому что в этой болезни самое страшное – это паника. Даже я читал, люди, которые кашляют много и начинают задыхаться, это больше от паники, это происходит, попадает паника, что они помрут, боятся от смерти. Но здесь в Писании 90-й Псалом говорится так – «Не убоюсь ужаса в ночи, стрели летающие в днем, язвы, ходящие во мраке». Мы видим здесь, Писание говорит, что от вирусов, от всяких язв, которые приходят ночью, не убоюсь я. Здесь Писание говорит, что не придет, Писание говорит, что я не убоюсь от этого. В смысле, даже если кто-то сейчас меня смотрит и какой-то вирус у него заражен, какой-то страх, Писание говорит, что я не убоюсь, как пришел, так и уйдет. Я хотел бы, чтобы вы не попали в панику, чтобы не было паники, чтобы вы знали, что Христос защищает вас и Бог слышит ваши молитвы. Будьте спокойны, все пройдет, если вы даже заболели. Молитесь, кровь Иисуса Христа силен, истинит и освободит. А те, которые не болеют, вам вообще не надо попадать в панику, надо просто держать стабильность, молиться и не бояться ни от чего. Надо быть осторожным, но бояться не надо. Да благословит вас Господь, давайте помолиться, будем молиться, чтобы весь мир был истилен. Знаете, я читаю Писание и обнаружил, что это не последние времена, это какое-то начало, последние времена, но не последние времена. Так что это не пришло, чтобы вечно с вами остаться, а скоро уйдет. Будьте благословены и не бойтесь. Аминь. Огромнейшее спасибо, епископ Артур. Нам очень-очень приятно видеть твое лицо, слышать твой голос, и мы принимаем это слово от Господа в свои сердца. И мы снова с вами открываем, друзья, Библию, Священное Писание, которое является опорой для всех христиан, всех конфессий и динаминаций по всему лицу земли через твою личную веру в то, что здесь написано. Итак, это, друзья, 90-й Псалом. Я надеюсь, что вы этот Псалом знаете. Большинство христиан его даже знают наизусть. И мы сейчас с вами его продекларируем, провозгласим. Мы сейчас его высвободим. Я буду не просто его читать. Я буду читать его в вашу жизнь, мои дорогие друзья. А вы примите его как проявление и высвобождение Божьей защиты для себя и своих близких. Итак, 90-й Псалом с 1-го стиха. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч тебя, одесную тебя всяких вирусов, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Скажи она это, аминь. Скажи, да. Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься, а камень ногою твоею. На аспи, да и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, и избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. И избавлю его, прославлю его, долготою дней, насыщу его, и явлю ему спасение мое. Скажи аминь вместе со мной. Аминь. Мы соглашаемся и принимаем это Божье обетование для себя. А мы переходим к следующему включению, потому что прямо сейчас к нам присоединяется еврей Борис Саулович. И от имени народа израильского что-то нам хорошее скажет. Пожалуйста. Шалом, друзья. Большой, большой вам шалом и шаббат шалом. И поздравление с только что прошедшим праздником Пурим. Праздником Божьей Победы, вопреки всем планам врага. И в эти действительно особенные, непростые дни хочется пожелать вам, чтобы Пуримный переворот произошел в вашей жизни. И прежде всего, чтобы сомнения, страхи, неверия, разочарования, растерянность были превращены чудесным Божьим вторжением в праздник веры, победы и Господней любви. Пусть Пурим, новозаветный Пурим, действительно раскроется в вашей жизни и в жизни всех ваших близких, родных, общин, церквей. И, конечно, прямо вот как на этой иллюстрации, пусть Божий огонь сияет и хранит вас и ваши станы ночью, а чудесное Божье облако днем. И пусть направляет вас Господь своим суверенным присутствием. И пусть шалом Божий окружает, объявляет и наполняет твоей уверенностью в его святой защите. Рефуашлема мин гашемаем. Для всех, кто болен, полного исцеления от небесного престола. Аминь. Большое спасибо, Борис Саулович. А мы, в свою очередь, благословляем народ израильский по всему лицу земли. Да благословит Бог всех евреев и также весь Израиль, государство Израиль. Мы от всего сердца искренне и взаимно благословляем вас. И теперь мы снова обращаемся к Слову Божьему. И это Псалом 32, 16 стиха. Слово Божье является главным основанием нашей защиты, нашей веры, всех христиан по всему лицу земли. И каждому, кто поверит в это Слово и возьмет его для себя. Верьте Слову Божьему, друзья. И вот что здесь написано. Когда я читаю, что Бог пропитает нас, я также хочу сказать, что некоторые в панике сметают все продукты, какие только можно в магазинах, чем вызывают панику в сердцах тех, которые не паникуют. Таким образом, друзья, доверьтесь Господу, что мы все не останемся без пропитания, потому что Бог наш, питающий нас, Он наш обеспечитель. Помните это? И дальше написано. «Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». Итак, «О Нем веселится сердце наше, ибо на Него мы уповали». Друзья, все уповающие на Господа, а я знаю, что вы уповаете на Него и верите, и не боитесь, и абсолютно не паникуете, и знаете, что все будет хорошо, что все пройдет мимо, и все вернется на круги своя, и мы продолжим движение вперед. И, соответственно, именно поэтому, как бы уже предвидя эту победу и окончание этого всего верою, я хочу специально в завершение показать вам, «Как отвечает Израиль на коронавирус». А Израиль отвечает на коронавирус коронатанцем, друзья, коронатанцем, как и написано, «О Нем веселится сердце наше, ибо на Него мы уповали». Итак, специально для вас небольшое видео из Израиля, коронатанец. Как вы заметили, друзья, евреи танцуют в перчатках, принимая свои какие-то меры против коронавируса, но отвечая коронавирусом, коронавирусу танцем. Итак, друзья, давайте ответим радостью на все эти невзгоды. Я вдохновляю вас радоваться, я вдохновляю вас надеяться на Бога, я вдохновляю вас, проявляя мудрость, конечно же, в то же самое время всех вдохновлять. Будь вдохновленным и всех вдохновляй. Большое спасибо, что посмотрели этот важный прямой эфир, и, конечно же, несомненно, прямо сейчас поделитесь им со всеми.